В Казахстане впервые нашли запасы сланцевой нефти в Казалардинской области. Благодаря поддержке ассоциации Казэнерджи в Казахстане внедрили необходимые поправки для ее разработки. Сегодня члены ассоциации провели заседание, где представили итоги работы за прошлый год и поделились планами на предстоящий. Гульдана Кален продолжит. Казэнерджи сегодня объединяет около 60 представителей нефтегазовой и энергетической отраслей, как отечественных, так и зарубежных. Члены ассоциации добывают больше 90% нефти по всей стране. В прошлом году Казэнерджи активно участвовала в разработке законопроектов, а члены ассоциации запустили несколько важных проектов в Западноказахстанской, Актюбинской и в Казалардинской областях. Компания South Oil провела геологоразведку, пробурила глубокие скважины, то есть вышла на те глубины в Казалардинской области, куда еще раньше не бурили, и обнаружила сланцевую нефть. То есть по сегодняшний день в Казахстане всегда была традиционная нефть. Ассоциация в сотрудничестве с правительством, с профильным министерством подготовила всю необходимую юридическую базу, для того, чтобы такие месторождения можно было разрабатывать. Со слов председателя ассоциации, в стране нефтедобыча идет высокими темпами, но отстает геологоразведка. В Казэнерджи намерены работать над ее развитием. Для этого там готовы разработать предложения к законодательству. К слову, в прошлом году они разработали ряд законопроектов. Как итог у инвесторов возрос интерес к казахстанскому рынку. В 2023 году мы давали свои предложения к правилам проведения общественных слушаний и экологическому кодексу через ассоциацию Казэнерджи. Благодарим ассоциацию за поддержку. Ряд зарубежных компаний уже инвестируют в отрасль благодаря улучшению в законодательстве. Одна из них в этом году планирует бурение скважины в Каспийском море.